Вот они, следы. Свежие. Следы серых хищников теперь в горах не редкость. Волки заполонили леса и пастбище в радиусе сотни километров. Пока с одной стороны холма загонщики гонят зверя, с другого края охотники устроили засаду. В стране началась охота на серых хищников. На серых хищников, матерых и щенков, кричат загонщики и лают псы-карфоты. Кровь на снегу и блядь на красные флажков. В Адбашинском отделе охотничьего надзора шкуры отстрельных животных. За прошлый год убиты свыше 30 хищников. Этих волков мы отстрелили весной. Сам лично за год порядка 15 волков застрелил. Камбарбек Артакуров охотник с 40-летним стажем. Говорит, каждый чабан стал вынужден брать в руки ружье. Волки стали серьезной угрозой для хозяйства. Каждая крупная лошадь стоит от 50 тысяч сомов. 20 лошадей – уже миллион сомов. Огромный ущерб для чабана. Государство с недавних времен начало поощрять отстрел. В этом году за каждого убитого волка власти дают свыше 60 долларов. Цены за убитого волка увеличили. За одного волка дают 5 тысяч сомов. Еще 5 тысяч сомов в качестве премии выдает сельский совет. За каждого убитого волка. Волков в этих местах всегда было много. В горном холодном Нарыне основной промысел – животноводство. Раньше, если волков отстреливали с воздуха, то сегодня арендовать вертолет – это роскошь. Фермеров буквально спасают местные охотники. На Рынской области созданы 6 охотничьих групп. Им помогают местные жители и чабаны. Они лучше знают края и тропы, по которым часто спускаются волки. На охоту жители села Акджар выдвигаются задолго до рассвета заряженными ружьями и с надеждой вернуться с трофеем. Я с камчой иду на волка. У нас на поселке всего 2 или 3 ружья. Если повезет – подстрелим. А так хотя бы попугаем. Завтра придут еще 2 охотника с хорошими ружьями. Они вам помогут. Вы, главное, гоните волка вниз. Они их там встретят. Охотники предупреждают – у хищника отлично развиты все органы чувств. Без белого камуфляжа можно спугнуть волка. Будем надеяться, что не заметят. На охоту выдвигаются на лошадях. Пешком по заснеженным горам идти невозможно. Даст Бог, поймаем. В горах слишком много волков. Убить волка здесь считается делом благородным. Если удастся пристрелить даже одного хищника – уже неплохо. О Дамате Джумалиеве в Джумгале слагают целые легенды. Два года назад ему удалось поймать живого волка. 60-килограммовый зверь попался в ловушку. Поймал в местности Дунгарома. Попался в петлю. У нас в Джумгале два-три поселка сейчас страдают от волков. Глава охотничьего хозяйства Дума Джумалиев подсчитывает нанесенный хищникам ущерб. Две лошади за неделю – 2000 долларов в воздух. Это еще не считая загрызненных овец и коз. Когда надеяться не на кого, приходится воевать самому. Четыре часа утра. Мы идем в горы. Жители Чаека на войну с волками вышли на внедорожники. Ночью звонил Чабан. Сказал, что волки ушли вверх по ущелью. Там они легли спать. Хищники в пастбище загрызли лошадь. На волчью тропу отправились даже те, кто раньше не держал в руках оружие. Сейчас в стволе нет пули. Когда будешь стрелять, дергаешь затвор и готово. Оружие стоит на предохранителе. Вот ружье. Сначала стреляй эти два патрона. Вот еще два. На всякий случай. Тут же ягеря определяют тактику предстоящей охоты. Волки спускаются обычно с востока. Нужно с трех сторон гнать. Другая группа должна их поджидать из ущелья. У подступа к лесу группа разбивается. Загонщики уходят к холмам, выгонят зверей в ущелье, где их будут поджидать стрелки. Здесь как минимум девять волков есть. Здесь мы их и встретим. Нет вероятности, что волк пойдет именно по этой тропе. Неизвестно, где он был ночью. Неутомимые странники на одном месте подолгу не засиживаются. И здесь как повезет. Значит, мы правильно сели. Правильно сели. Охота в горах, как военная операция. Все начинается с разведки. Мороз в минус 20. Ни почем. В суровых условиях волка порой приходится выжидать часами. Выследить зверя сложно. А крас шерсти сливается с окружающей средой. Немного погодя, вниз спускается группа загонщиков. Загонщики уже начали гнать. Волка нет. Сегодня неудачный день. Волка не постречали. В горах лишь одиноко бродячие лисы. Ну, теперь волков здесь не будет как минимум 2-3 дня. От волчьих лодков погибла еще одна скотина. Пока ловили зверя в лесу, ночью стая напала на соседние пастбища. Вечером волки ушли в обход. Теперь они в лесу. Ближе к обеду в горах немного потеплело. Но охоту решено остановить. Волки уже далеко ушли в лес. Расстроенные охотники возвращаются без трофеев. Но война людей против волков здесь еще не закончилась. Отелеп Биктурсунов. Настоящее время. Кыргызстан.